Ася вопросительно посмотрела на меня. Я в свою очередь протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Тургеневская Ася похожа на грусть, а еще на лето и мороженое. Не все ассоциации привычны, но кто может ограничить творческие порывы? В открытом театре для особенных детей кипит работа над новой постановкой, а параллельно идет терапия. Например, Алина Изосимова с синдромом Дауна благодаря занятиям в театре стала лучше говорить, общаться и двигаться. Она вживается в роль моментально. То есть это ее студия, это ей нравится. Несмотря на то, что она в школе слабенько училась, речевые нарушения, ну здесь это ей помогает как-то стрёмно. Больше 20 особенных детей участвуют в театральных постановках. У каждого есть своя уникальная роль. Спектакли, конечно, выглядят нестандартно, с использованием видео и звуковых эффектов. Но так даже интереснее. Театр уже выпустил три постановки – корейскую, русскую народную сказку и дюймовочку. А теперь дети подросли и созрели до классической Аси. Мы все так давайте поиграем в сказки, в сказки, в сказки. Мы понимаем, что вдруг осознаем, что следующий материал, который у нас будет, он должен быть связан с первой любовью обязательно. Должен быть связан с каким-то, какой-то должен быть очень чувственный материал. Открытый театр от фонда «Крылья ангела» существует уже четвертый год. Для многих особенных детей он стал глотком свежего воздуха. Через творчество происходит особенно сильная терапия раскрепощения социальной адаптации. Четвертая премьера открытого театра состоится уже в конце апреля на главной сцене Краевого дворца молодежи. Посмотреть на необычное искусство могут все. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.